Вот это у нас приготовлено сейчас, это мужские костюмы на сбор, то есть сейчас артисты спустятся, мы будем это складывать, пересчитывать. Пересчитать действительно есть что. В каждой из двух концертных программ уличные для площадки внутри павильона ВДНХ по 18 танцевальных номеров. И для большинства из них предусмотрено несколько костюмов. Костюм это не только одежда, это еще аксессуары, фурнитура, это колготы, это нижнее белье, головные уборы, обувь. Наша артистка балета, девочка, допустим, меняет обувь практически на каждый номер. Все сценические наряды оригинальные, стилистические, с множеством деталей, чтобы максимально раскрыть культуру малых народностей, проживающих на Алтае. Это одна из центральных тем программы, которую в Москве представит ансамбль. В нее включены номера, посвященные, к примеру, культуре кумандинцев и российских немцев. Может быть, нация немца известна многим, но вот уже перемешанность с российской культурой и как таковое возникновение какой-то своей собственной особенной культуры, которую, кстати, даже из Германии приезжают и записывают, потому что у нас на Алтае сохранился, например, единственный язык, плат-дойч, на котором даже в Германии не говорят. Говорят, что фольклористам это очень интересно, это уникальный язык, который тоже уже теряет, к сожалению, свои традиции. Но вот мы пытаемся это сохранить. Для номера о чувашской культуре всему коллективу пришлось даже скинуться по копеечке. Национальный головной убор должен быть с обязательным элементом, решили артисты. Мы собирали вот эти все монетки, мы их сверлили. Каждый артист и сотрудник ансамбля приносил это все из дома, потому что в чувашском головном уборе они всегда расшиваются монетами металлическими, реальными. И заменять это на какие-то пайетки или на какую-то имитацию, ну, на наш взгляд, невежливо к этой культуре. Вторая часть танцевальной программы «Уличная» посвящена народным праздникам. Это будет настоящее действо «Разгуляй», во время которого на площадку одновременно выйдут 37 артистов. Всего же в делегации от Алтайского края 60 человек. В том числе Бийский театр кукол великанов и сотрудники библиотеки Шишкова. Задача у всех одна. Выезжая из своего дальнего региона, мы хотим привести, во-первых, частичку немножко нашего алтайского тепла, крепкого сибирского характера. Мы хотим показать, что мы здесь живем на нашей земле очень дружно, очень любим свою малую родину. Мы хотим поделиться творчеством наших великих людей, так же, как и Василий Шукшин и Роберт Рождественский, да и так далее. Этот список можно много перечислять. Мы хотим сказать о том, что мы ждем всех к нам в гости на Алтай и просто поделиться своей радостью. Вещи для отправки в Москву грузили сегодня весь день. В итоге уже вечером машина выехала в столицу, чтобы к 19 ноября у наших артистов было все необходимое для выступления на московских подмостках. Как говорят в ансамбле, Алтаю, как всегда, есть чем поразить столицу. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...